Может быть, Голик, вы сможете переубедить вас в чём? В чём вы переубедить? Я с ней вчера разговаривал, с мурашкой разговаривал. Сейчас приду, я послушаю их аргументы, а они послушают наши. Я взял всю мировую практику. Вы всё равно дадите там огрызок, пять слов. Но меня не это беспокоит. Я взял всю мировую практику. Например, Израиль, где наиболее честные и точные статистики. В июле месяц ушли из жизни 98 человек непривитых и 94 полностью привитых. Мне возникает вопрос. Значит, прививка не спасает от того, что человек уходит из жизни? Может быть, ослабляет? Вот, в течение болезни. Взял Гибралтар, абсолютно закрытый город, 35 тысяч населения, 99% привитых. В ноябре месяц после прививки, как называют ситуацию. Первую неделю 21 больной, четвёртую неделю 81 больной. Значит, не останавливает эпидемию. Беру Португалию, аналогичные конки на север, Норвегию типичные, Азия, Южная Корея с развитой медициной похожей. Но там не сверху. Дело не в этом. Я просто объясняю, что когда вас к строям гонят, обязательно ты привился и всё будет в порядке, и ты всё равно остаёшься носителем этого вируса, распространителем этого вируса. И какой может быть у вас иммунитет, когда в целом по стране зарплата, в целом, каждого второго меньше 20 тысяч рублей. С чего она вознится? Возникнет этот иммунитет. Ему неоткуда взяться. Когда детям войны вы пенсию выписали в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14, откуда ему на таблетки на еду не хватает? Когда вы пожилых людей загнали в душные квартиры, и надеетесь, что он оттуда выйдет здоровый и крепкий, не будет. Всё будет с точностью наоборот. Отсюда и такая смертность. В сумме всё складывается. А не только привился и привился. Спасибо, Геннадий.